Добрый день всем, кто заглянул на мой канал! Меня зовут Регина и сегодня 30 января и я пересаживаю вот эту малышку. Это оказался сорт Golden Pixie. Я его покупала в декабре двадцатого года. Так, Ластя, а ну отстань от Тузика! И вот как он свел во время покупки. Покупала я его в Кастораме. Ну и как обычно происходит с Касторамами, вот что в горшке. Вот с такой картины я его уже покупала в горшке, вот с этой страшной плесенью, с каким-то намеком на корни, которые уже сгнили. Ну и вот, наверное, парочка корней, которые еще живые. Вот с ним я и буду его пересаживать. И, конечно, до сих пор он у меня стоял в карантине. Обычно я люблю пересаживать в свой грунт орхидеи, в ее же грунт, но что-то здесь прям... Ну так-то, в принципе, у него ничего так, неплохой грунт. Тузик, прекрати там рычать уже! Никак не поделят чего-то там. В принципе, неплохой у нее грунт в хорошем состоянии. Ну, просто все корни сгнили от того, что ее залили. О, туда же зелень какая-то растет. Специально немножечко полила, в поддон налила воды немножечко, в надежде на то, что здесь еще есть живые корни, чтобы их не травмировать. Но нет, нет живых корней толком. Я боюсь, что она сейчас может еще и в реанимацию отправиться. Так, этот субстрат пока отодвину, а вот то, что уже сейчас будет сыпаться, это все на выброс. Это все гнилое. Все-все-все гнилое. Турфяной стаканчик под попкой, конечно же. И под попкой все гнилое. И зачем только я ее покупала? Такой вопрос у меня. Каждый день, при каждом взгляде на нее был. Ну, понравилась желтенькая. У меня же слабость к желтоцветковым, к желтому цвету. выбрала относительно здоровенький кустик. Ну и вот, вот тебе относительно здоровый кустик. Так, тут какая-то чернота. Это гнилой корень самотворюс. Ну, она сейчас в реанимацию отправится. А, это закукленный корешочек был. Ну, ладно, хоть так. Все, это все гнилое. Все, корней нет. Нет, корней нет. Все гнилое. Это я прям, прям вместе с попкой отрежу. Все эту копну. Вот. Это все гниль. Так, что осталось тут? Ну, попка срез, ладно, хоть чистый. Вот так вот я наблюдала за ней. Все смотрела и думала, что же с ней происходит и как долго это все будет происходить. Ну, это касторамная орхидея. Этим все сказано. Даже если бы я ее пересадила раньше, это ничего не изменило бы. Все равно корни были уже залитые, корни уже гнили. Ну, вот, ладно, хоть что-то тут. Пара корешков останется. Так, этот листик тоже уберу. Вот эти вот все гнильные листья. Это вообще не корень. Это вообще засохший цветонос. Вот это вот. Сгнивший. Поэтому он вот так вот завернулся весь. От того, что он сгнил весь взмок и вот и завернулся. Так, здесь чернота, но я думаю, что это тоже все из-за закуклившейся корешков. Так, это паутинка. Я с тех пор ей листья так и не протирала. Наверное, забыла, потому что обычно я протираю листья просто влажным спонжиком. А это вот, видимо, забыла. Но от вредителей я ее обрабатывала. Так, эти листья я удалю, чтобы убедиться, что там под шейкой все нормально. Вернее, не под шейкой, а на шейке. Потому что вот эти вот всякие непонятные почернения вот не особо нужны. Так, как у нее всего 2-3 корешочка, то что я удалила ей пару листиков, ничего страшного. Потому что она все равно от них избавилась бы. Зато я увидела, что под листьями вроде как... Сейчас вот этот черный кусочек уберу. Да, вроде как все нормально пока что, во всяком случае. Да, вроде нормально. Ну и все. Я как и подумала на реанимацию. Это пойдет на реанимацию. Этот корешочек я подкоротила, но смысла нет его оставлять. Потому что эта культя, она гнилая. Она просто засохнет. И этот корешочек бедный весь в залобах. Не знаю, как он будет дальше работать. Он тут весь в заломах. Он даже... Вот можете так посмотреть. Видите, здесь рыжий налет от воды. Это от того, что этот воздушный корень, он воздушный, и он был над горшком. И я его, когда поливала в горшочек, в поддон наливала воды, этот корешочек в поддон также вот клала, чтобы он тоже работал и питал орхидейку. И до сих пор он вот до этой части вот... Сейчас. Вот только вот эта часть намокала, веламен зеленел, а дальше все, дальше ничего не намокало, дальше веламен никак не работал. Ну, я делаю выводы того, что тут вот залом. Дальше корень вряд ли работает вообще. Ладно. Ладно, ладно. И здесь он еще... Ё-моё! Он еще тут и почку пробудил. Цвести, что ли, собрался? Походу, цвести. Потому что не детулечная почка вроде как. Ну, в любом случае, ему сейчас не до этого. Не до... Не до детки. Если... Даже если он детку захотел тут оставить после себя, он и детку уже не взрастит. И сам последние силы потеряет. Поэтому я отрезала это. И посадить я его решила вот в этот вот большой стаканчик одноразовый. В его же субстрат. Но, так как его субстрат очень многоемкий, я буду досыпать еще и керамзит. Так как здесь не было на шейке гнили, я поэтому использую его же субстрат. Если бы была какая-то гниль, то я бы посадила в чистый керамзит. Потому что все-таки керамзит, он такой нейтральный. В нем не заводится всякая такая гнилостная. На самом керамзите не заводится всякая микрофлора гнилостная. Ну и любая, потому что он не живой. Так, и под попку. Хочу под попку положить кусочки пенопласта. Как бы посадить ее на него. Вот так вот. Цветонос я оставила, пока не стала срезать. Потому что подумала, что он мне может пригодиться, чтобы ее еще раз зафиксировать в этом стаканчике. Ну и так вот почти вся кора ее ушла. Но не вся, потому что часть коры я выбросила. А так вот то, что оставила, практически все ушло на нее же. Вот так вот укрыла эти верхние корешки. Конечно, верхняя часть не будет увлажняться. Я не буду плевать прямо так вот, чтобы аж тут вот сверху все у шейки было мокрым. Поэтому не страшно, что я вот так вот к шейке засыпала все корой волгоемкой. Ну, а в горшочке вот, вот так вот в горшочке. Корни, в принципе, сухие. Ну, не стану я ее сейчас поливать, потому что корешочек один был мокрый. И так она гниет. Полью завтра, полью завтра. Полью с фотоспорином. Ну и будем наблюдать за ней. Но тургор, тургор уже теряется. Я, в принципе, уже давно заметила, что тургор она теряет. Сегодня 31 января, и сейчас я эту малышку полью с фотоспорином, замочу. Но так как здесь у него свой субстрат довольно влагоемкий, то я замочу ненадолго. Уже через полчасика я проверю на тяжесть этот стаканчик. И если он будет очень тяжелым, я уже солью воду. А так, когда кора свежая, не обработанная, вернее, не впитывающая еще достаточно, я могу и два часа, и несколько часов подержать орхидеечку. Ну вот, немножечко, не доливая до верха, до шейки, налила воды с фотоспорином. Пусть немножечко постоит. Фотоспорин никогда не лишний. Им можно время от времени проливать регулярно растения, замачивать орхидеи. Это полезная микрофлора, которая борется, натуральная полезная микрофлора, которая борется со всякими гнилостными бактериями и другими такими вот гнилостными вредителями, которые заводятся в почве и в субстратах. Поэтому садоводы активно используют, профессиональные садоводы активно используют этот препарат натуральный, не опасный для человека, для зверей. И я привыкла следовать примеру опытных профессиональных садоводов. Сегодня 3 мая. Прошли буквально 3 месяца после пересадки этого фалинопсиса. У него за это время вырос вот этот листочек. Растут вот эти вот воздушные корешочки. Но дело в том, что корешочки растут воздушные. Воды им не хватает из-за этого, потому что субстрат поливается, немножечко не доходя до верха. Воздушные корни я никак не обрыскиваю. И внутри, вот такая картина внутри, магазинные корни, те, с которыми я его пересадила, они все-все пропали. Они пропали уже давно, очень давно, но я все никак не пересаживала. Я сейчас буду его снова доставать из субстрата и заглублять вот этими корешочками. А до этого я его никак пока не пересаживала, потому что я ждала, когда вот эти корешочки вырастут подлиннее, чтобы было с чем его пересаживать. Ну что ж, займемся. И, в принципе, сажать я его буду в его же этот субстрат. Просто заглублю корешочки. Субстрат тут, в принципе, неплохой. Сейчас я его покажу еще раз. Так, вот он. Здесь хорошие кусочки коры. Никакой плесени, ничего такого нет. Ну и он просто из-за того, что кора мелкая очень и хорошо впитывает. Просто субстрат влагоемкий. Ну и я для этого, для более воздушного, для большей воздушности добавила вот этот керамзит. Так, и сажать я его, конечно, буду теперь в маленький горшочек. Цветонос пока не срезаю. Он может мне еще пригодиться. Вот все корни, те единственные корешульки, на которые я надеялась, они все тоже сгнили. Все это отрезаю. Можно даже вот эту вот всю пупку отрезать, кстати, вот эту вот сухую. Так, ну тогда получится, что я и цветонос тоже отрежу. Ну, в принципе, ладно. Зачем держать лишнее? То, что будет портиться. Так, вот так вот. Все. Ну вот проблема, конечно, в том, что корни лезут наверх. Какие-то можно будет опустить. Сейчас я дам подсохнуть вот этому срезу. Немножечко размочу корешочки. Так, паутинка какая-то, паучочек тут завелся. Немножечко размочу, попытаюсь размочить корешочки и начну его сажать. Хотя, знаете, корешочки у него мягенькие. И не стала я их размачивать. Они вот так вот спокойненько опускаются в горшочек. Не трещат, ничего с ними не происходит. Так, вот. И вот сейчас я его просто засыплю субстратом. Ну, а этот корешочек там, если он не опустится, или какие-то еще корешочки захотят вверх расти. Ну что ж, пускай растут вверх. Как говорится, против природы не попрешь. Так. Кидаем вниз его же керамзит. Весь его субстрат. Ну, конечно, хорошо, если будут расти в субстрат. Ну вот, есть такие орхидеи, кстати. Есть такие фаленопсисы, которые очень любят вылезать из горшка. У меня тоже есть такие экземпляры. Как бы к ним уже, к этим их выходкам я уже привыкла. Так, пенопласт под попку. Наверное, не полезет. Так, сейчас я его немножечко уменьшу. Так, пенопласт под попу. Это выбор каждого. То есть это на ваш выбор. Хотите, ставьте, хотите, не ставьте. Кто-то против пенопласта. Так. Ну и сейчас засыплю все корой. Вот стараюсь все-таки, чтобы корешочки туда вот смотрели. В горшочек лезли. Так, вот здесь вот этот вот упорно лезет вверх. Как-нибудь его... Такие корни вот иногда, такие вот упрямые корни, их даже засыпешь. Но нет, но все равно он будет лезть вверх. Все равно он вылезет. Так, вроде засыпала. Ничего влагоемкого в этот раз нету в субстрате, потому что кора сама влагоемкая. А так обычно я добавляю, что есть под рукой. Это и сиранис, перлит, кремневит и даже просто... А, ну да, перлит я сказала. Хотела сказать даже просто перлит. Так, самый недорогой вариант. Так, все. Посадила. Тут видны даже кончики. Растущие. Ну, надеюсь, надеюсь, в этой посадке теперь он будет вести себя хорошо. Ну, и полью сейчас утро. Полью я его сегодня ближе к ночи, буквально на 15-20 минут замочу ему достаточно в таком влагоемком субстрате. Ну, этот повторный полив я уже показывать не стану. Покажу уже только через какое-то время снова этот фаленопсис. Ну, и здесь я допишу сегодняшнее число на бирочке. Сегодня 16 мая. В общей сложности прошли 3,5 месяца после того, как эту малышку я пересадила в первый раз еще в конце января. Ну, а сегодня прошли еще пара недель после моей крайней пересадки. Вернее, даже это уже не пересадка, а это заглубление корешочков было. Ну, и вот как она выглядит на сегодняшний момент. С лисиями все в порядке. Тургор никак не потерян. Ну, и корешочки продолжили свой рост. Вот так вот миленько растут внутри горшочка. Теперь один корешочек, конечно, упорно лезет наверх. Этот корешочек пока что растет внутрь субстрата. И здесь еще один корешочек. Вот тот самый корешочек, который я все пыталась запихнуть в горшок, чтобы он рос тоже туда внутрь субстрата. Ну, я думаю, что он все-таки вылезет, наверное. В любом случае пересадка, рост, адаптация этого растения прошли и проходят успешно. С ним все хорошо. И сегодня эта малышка пойдет в новые ручки. За ней сегодня приедет новая хозяйка. Ну, а я заканчиваю свое видео. На этом, надеюсь, оно было для вас интересным, полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, не стесняйтесь, вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочку на нее найдете в описании под видео. И всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok